Добрый день Телефон прямого эфира 6-7-2-12-93-9 Вы нам можете звонить в студию, если есть у вас какие-то вопросы И также хочется напомнить, что у нас видеочат работает на портале 3wmixnews.v Так что если до нас вы дозвониться не можете или не хотите по каким-то причинам Имеете вы возможность нам написать ваши комментарии, обязательно зачитаем мы в прямом эфире Ну а пока дозванивайтесь и пишите, мы начнем уже нашу беседу Появилась информация о том, что снизились темпы усыновления детей в Латвии Вот насколько снижение велико и почему, по вашему мнению, это сейчас происходит? Ну если мы смотрим по цифрам, то в прошлом году на 1 июля в Латвии было установлено 61 ребенок В этом году 54 детей было установлено в Латвии, но разница в 7 детей То есть это за какой-то определенный период с того года, ведь год еще не закончился Да, конечно, это с начала этого года, но есть немножко и другая тенденция То есть мы видим, что прирастает то число местных усыновителей, которые ожидают на усыновлении Если в прошлом году 69 усыновителей ожидали в очереди на детей, то в этом году это более уже 100 усыновителей И в принципе, я бы не хотела сказать, что уменьшается интерес к усыновлению Наоборот, он прирастает, но по цифрам усыновленных детей мы видим, что есть немножко снижение Но ответ в принципе таков, что наши усыновители все еще желают усыновить одного ребенка Без серьезных заболеваний и в возрасте максимум до 3 лет Это очень редко бывает, когда наши усыновители желают усыновить двоих детей, троих и более И детей постарше 3 лет То есть желание увеличивается, но нет такого количества детей, которые соответствовали бы пожеланиям людей, которые готовы усыновить Да, и в этом вот ответ, почему мы говорим, что в принципе, наверное, мы не можем говорить, что с усыновлением Латвии проблемы С числом желающих, но насчет усыновленных детей, да А за счет чего, кстати, растет интерес? Я думаю, что мы можем благодарить тех усыновителей, которые усыновили раньше детей Мы можем благодарить за то, что они открыли, ну как бы рассказали открыто о своих усыновленных детях В принципе, немножко такой, ну развеялось Какой-то миф, что это какие-то, не знаю, ну другие люди, не такие, как мы Мы стали немножко открыты, ну такие открыты к этим детям Немножко задумались о том, что забота об этих детях, ну раньше было как, ну это государственные дети Как-то, ну так, ну об этом должно заботиться государство Я думаю, что немножко меняется наше понимание, что такое государство Что, в принципе, это мы, ну жители этой страны И о детях позаботиться может наилучшим образом Ну, позаботиться можем только мы Поэтому, я думаю, в этом ответ, почему стало популярным То есть это не заслуга государства, не заслуга правительства Это по большому счету вот просто происходит, что люди становятся более открытыми И начинают осознавать, что государство создают они сами Ну да, ну в принципе, да Я как-то вообще не думала, что в этом процессе самое важное Вот присутствие государства По-моему, усыновление это такое довольно-таки личное решение семьи И так же, как рождение ребенка в семье По-моему, это нормально, когда семья принимает решение Мы желаем ребенка, потому что мы желаем А не потому что, я не знаю, государство требует Государство там, ну как третьим стоит, да Но, с другой стороны, в некоторых странах Там действительно проводятся какие-то социальные кампании Усынови ребенка, адаптируй В Латвии тоже В Латвии тоже годами это делается Информативная кампания Этим как бы Латвия не отличается А где эта информационная кампания происходит? Национальные каналы Мы очень рады, когда нас приглашают И есть возможность прийти и рассказать об усыновлении Мы как бы используем каждую возможность Если какое-то телевидение, радио Спасибо вам, конечно Изъявляет такое желание Ну как бы пользуемся возможностью рассказать Заинтересовать Дать информацию людям, которые, может быть, задумались об этом Или только сейчас начинают об этом задуматься А вот кто на данный момент больше проявляет желание к усыновлению? То есть все-таки иностранцы или местные жители? Или меняется тенденция? В принципе, я думаю, что если сравнить со всем миром Где усыновления все-таки популярнее, чем Латвии Или просто жителей, желающих побольше во всем мире, чем Латвии Конечно, можно было бы сказать, что заграничные усыновители Но здесь в Латвии работает один принцип За границей мы ищем усыновителей только в тех случаях Если мы не можем найти усыновителя здесь, в Латвии И так же, как и в Латвии Как бы самый желанный возраст для ребенка является до трех лет Это то же самое и за границей Поэтому мы не принимаем новые файлы усыновителей Заграничных усыновителей Если они изъявляют желание усыновить ребенка до школьного возраста То есть нам уже хватает тех иностранных усыновителей Которые уже подали свои прошения Поэтому если так под цифрам просто смотреть Сколько местных усыновителей и сколько заграничных То я могу сказать, что местных больше Но если бы мы принимали бы все дела Конечно, побольше было бы заграничных Но мы как-то не хотим просто коллекционировать файлы здесь, в Латвии Вот ребенок, который, скажем, идеален для усыновления Если можно применить такой термин Вот вы тоже сказали, что чаще всего кого хотят усыновить Это ребенок возраста до трех лет и так далее Вот, как правило, сколько такие детки задерживаются В социальных центрах, в детских домах по времени? Если бы вы говорили с директором такого центра То они могли бы руку на сердце кладя Сказать, что в принципе после того, как министерство получает информацию О таком ребенке, в принципе в той же неделе Или на следующей неделе к ним уже приезжают усыновители И ребенок едет домой То есть как только информация приходит в министерство Она сразу отправляется усыновителям Так как они уже долго ждали эту информацию Они тоже как-то не медлят И сразу едут к ребенку Ну, например, с детьми А как же установление эмоционального какого-то контакта? Нет, конечно, они едут к ребенку знакомиться То есть процесс уже начинается Это не означает, что просто приехали Где наш ребенок, забрали Ну, там видно будет дома, что там с ними и так далее Нет, нет, просто я хотела обозначить Вот то, как быстро усыновители уже едут к ребенку А латвийцы иностранными детьми интересуются? Иногда есть интерес Он как-то раньше совпадал с тем, как Анжелина Джоли усыновляет в какой-то стране ребенка Приходили... Ничего себе влияние, да? Средств массовой информации на сознание Ну, люди просто услышали, может быть, там, Камбодж Что есть такая страна, где можно усыновить ребенка Или Мали, откуда Мадонна усыновила ребенка Просто были такие звонки, но это единичные И ничем конкретным они не закончились Ну, то есть жители интересовались детьми из Камбоджи? Да, просто как можно усыновить? Понимаете, очень часто в решении об усыновлении Как бы влияние имеет такая эмоциональная сторона И, может быть, вот этот рассказ Джоли Вот затронул человека И он решил поинтересоваться Но всем тем, которые просто об этом думали Или, ну, как бы тоже интересен ответ Что же министерство в таких случаях говорит Это возможно Но людям надо учитывать, что они встанут в очередь Так же, как весь мир То есть ожидание на ребенка будет долгим И им надо учитывать, что расходы Которые будут там, полет в ту же Камбоджу Проживание в Камбодже Прилет обратно Перевод документов О постели Все это надо будет платить самому усыновителю И иногда, наверное, это тоже как-то меняет То есть это люди отталкивают, если можно так сказать Ну, может быть, это Может быть, просто угасает Вот этот эмоциональный порывок Просто больше газеты об этом не пишут И как-то угасает Ну, такое конкретное усыновление не было По крайней мере А сколько, кстати, было звонков таких? Вы сказали, несколько Это 10, 2, 3 Нет, нет, меньше 10 За все это время За последние 5 лет Меньше 10 Я напоминаю, что телефон прямого эфира 672-12-93-9 Пожалуйста, звоните нам в студию У нас сегодня в гостях Директор департамента по детской и семейной политике Министерства благосостояния Ливия Лейпини Мы сегодня говорим об усыновлении детей А вот с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться С тем, кто хочет усыновить детей Может быть, есть какие-то вещи Которые такие чисто специфические Которых мало кто знает И может так сразу сказать Что да, вот мне придется сделать это А потом, когда доходит дело до самого процесса Вот возникают такие вопросы и моменты Чаще всего усыновители думают Что процесс усыновления Он очень бюрократичен Там очень много бумаг Надо Наверное, я могу сказать Что если мы так Пройдем по списку Какие же документы надо подать Наверное, это так Трудно и не будет Если семья находится в браке То это показать Тогда надо в сиротском суде Показать свидетельство о браке Справка Справка от семейного врача О состоянии и здоровье Конечно, подать само заявление Что мы хотим усыновить ребенка Справка о том, что семья имеет жилплощадь Ощущать, но это не надо Какую-то особую справку Я не знаю, там есть договор найма Или земельная книга Если это имущество То есть квартира может быть арендованной Да, конечно, конечно В принципе, это и все Надо считаться, что после этого Семье придется идти на консультации К психологу Но я всегда говорю, что этого пугаться не надо В принципе, это очень хорошая возможность Проверить свои намерения Потому что после того, как усыновление вступит в силу Наверное, там уже нельзя говорить Ой, ну знаете, я хотел только попробовать А теперь это как-то мне неинтересно Еще будет Сиротский суд спросит информацию от регистра От регистра по суду и диструсу Я понимаю, о чем вы говорите Штрафные же санкции какие-то выписываются Чтобы проверить Нет ли судимости У усыновителя По поводу Каких-то насильственных Или сексуальных Правонарушений В принципе, это и все А если люди в браке не живут, например? Вот с этим, наверное, надо Об этом подумать Потому что, конечно, жизнь Очень много людей живут Ну, я не хочу сказать просто так Но не состоят в браке Ну, сожительство Да Но если такая семья решила усыновить ребенка И оба партнера желают усыновить ребенка То все-таки придется заключить брак Потому что двое людей не могут Между которыми нет вот этих брака Нету Не могут усыновить одного и того же ребенка Вот с этим надо считаться Если так Ну, отвечая на ваш вопрос Наверное, это будет То Препятствием каким-то определенно Просто люди могут удивиться Ну, как же так Почему какие-то проблемы Так я могу жить А как-то Если я решу усыновить Иногда люди чувствуют Что кто-то их обязывает К браку Ну, к сожалению Такой Ну, закон Я напомню, что у нас сегодня в гостях Директор департамента Поддержки и семейной политики Министерства благосостояния Ливия Леппиню Звонки поступают нам в студию Мы примем их после новостей После рекламы Оставайтесь с нами Не переключайтесь Мультимедийный информационный портал У нас сегодня в гостях директор департамента по детской семейной политике Министерства благосостояния Что смогут усыновить ребенка Нет, в этих случаях может усыновить и один человек Также один человек, если он одинокий У него нету там друга жизни И одинокий человек может один усыновить Но в том процессе, когда будет приниматься решение об усыновлении Если люди сожительствуют Несмотря на то, что на усыновлении идет только один из партнеров Информация будет тоже рассматриваться насчет второго человека Потому что, может быть, причины того, почему не усыновляют вместе Может быть, то, что человек, ну, например, судим за изнасилование Или, я не знаю, педофилии и так далее То есть, надо понять причины И то, что среда, в которую попадет ребенок Будет хорошая для него Как насчет усыновления гомосексуальными парами? Не просто людьми? В принципе, как пары усыновить не могут Потому что и брак заключить не могут Но если отвечать насчет сексуальной ориентации Потому что такой вопрос тоже Он уже поднимался, по-моему, пять лет назад Когда было принято решение Европейского суда по правам человека Было дело против Франции В этой стране Ну, то есть, компетентный орган приняли Отказ для одинокой женщины Которая не скрывала свою сексуальную ориентацию И ей по этому поводу отказали В усыновлении И Франция проиграла это дело Потому что Ну, как бы Сексуальная ориентация Она не может быть поводом для отказа То есть, если сейчас, скажем, приходит Вот человек Который является гомосексуалистом И изъявляет желание По большому счету, ему дадут усыновить ребенка Если не будут каких-то других препятствий Так же, как и в любом другом случае То есть, если не окажется Что он не способен заботиться о ребенке То есть, только по этой причине Отказать ему не могут А если, скажем, все-таки Латвия придет К регистрации партнерских отношений Тоже сейчас идет обсуждение То вот как будет тогда? Смогут ли тогда такие пары усыновлять детей? Ну, это будет зависеть от того Что будет записано в законе Потому что многие страны В которых разрешено такое партнерство Но не разрешен брак Люди не могут усыновить Просто в законе сказано Что да, они могут Они как бы признаются во всем Но у них, в отличие от тех Которые заключили брак Нет возможности усыновить ребенка В принципе, это как законодатель Ну, какое решение примет А есть, кстати, в Латвии случаи Когда вот гомосексуальные люди Усыновляли детей уже И вот какие-то такие прецеденты Ну, это только судя по комментариям Которые, ну, показываются При какой-то информации в интернете Там люди говорили, что да Ну, то есть, и были такие случаи Но, как и сказала Это несколько случаев или десятки? Вы знаете, как бы это не тот вопрос Который показывается в решении Сырёдского суда То есть, вот этот человек Такой-то, такой-то ориентации И так далее То есть, это не самое важное Давайте примем звонки Называйте, пожалуйста, наушники Нам звонят Здравствуйте Добрый день Добрый Я бы хотела узнать Какие льготы Гарантируют государство И пособия для усыновлённых детей Наверное, я разделю ответ на две части То есть, после того, как ребёнок То есть, как вступит в решение В силу решения суда об усыновлении За каждого усыновлённого ребёнка Установитель может получить Единоразное пособие В размере 1000 лат Но в другом, в остальном То есть, не будет никакой разницы Насчёт пособий Как в любой другой семье То есть, 8 лат Семейное пособие Если ребёнок с инвалидностью То опять-таки пособие Но нет ничего такого специфического Если усыновляется ребёнок В возрасте до годика И во время того, как он Перед вступлением в силу Сиротского суда Находится В семье усыновителей И после этого То есть, усыновители могут получить Родительское пособие То есть, здесь тоже нет никаких Ну, в соответствии с законодательством Как и обычные семьи Я так понимаю, что наша служительница Может быть, имела в виду нечто другое То есть, мы знаем, что если Устанавливается опекунство То там какие-то дополнительные деньги Всё-таки выдаются опекунам Чтобы не нужно было путать Нет, в случае усыновления Как бы, там есть разница Опекунство Да, я, как бы Я, ну, я являюсь То есть, представителем интересов Этого ребёнка Но я не родитель А с усыновлением Это только другая форма Как ребёнок попадает в мою семью Но я становлюсь таким же родителем Как в любом другом случае Но если люди просто, я не знаю Из-за денег считают, что Ну, например, ну тогда Я уж лучше опекунство выберу Надо понимать, что каждая эта форма Каждая из этих форм Она с другим смыслом И, например, опекун, он должен То есть, когда ребёнок находится в опекунстве Всё ещё Все должны работать На то, чтобы ребёнок мог возвратиться В свою биологическую семью То есть, невозможна ситуация Что я взяла ребёнка как опекун Но не разрешаю ему встречаться С биологической семьёй Не говорю ему об этом вообще И так далее Это не та форма Если я желаю растить ребёнка как своего То всё-таки мы говорим об усыновлении И тут, в принципе, невозможна такая Ну, какая-то дискриминация Потому что, ну, тогда можно сказать Почему же мне рождать своего ребёнка Если, ну, финансово мне выгоднее усыновлять А вот система ювенальной юстиции Этот вопрос тоже хотелось бы мне затронуть Потому что мы слышим, что в Европе сейчас Очень много скандалов Связанных именно с изъятием детей Из биологии семей Где его биологические родители Этих детей Планируется ли что-то в Латвии В этом плане Ужесточать какое-то законодательство Потому что, например, последняя информация Которую я сегодня смотрела перед программой Общественные организации Великобритании Предлагают включить избыточный загар Список причин, по которым детей Могут отобрать у родителей То есть, если просмотреть какие-то новости Там доходят действительно до абсурда Иногда Такое ощущение Вот собирается ли Латвия ужесточать законодательство Чтобы, скажем, изымать детей из семей Где с ними по каким-то определенным критериям Не очень хорошо обращаются Ну, скажем, вот обгорел ребёнок на улице Забрали из семьи Ну, в принципе, в Латвии и в законах Ну, так не сказано Там общая идея То есть, как родитель обращается с ребёнком Главный акцент всё-таки На такие, ну, серьёзные правонарушения Но и тот случай Наверное, вы когда читали эту новость Вы думаете, ну, как Как любой родитель Ну, иногда случается Ну, вот не подумал Как-то, ну, не пришло в голову Но это единый разный случай Но, может быть В этом конкретном случае Может быть, проблема была такова Что, я не знаю, ребёнок Очень желает, я не знаю, идти в солярий И тем самым Может быть, даже и врачи Дали информацию Что он, как бы, очень вредит своему здоровью А родитель не понимает этого И никак не препятствует И не помогает никакие разговоры Ну, такие Тогда иногда и, конечно, можно прибегнуть Но я не думаю, что это надо понимать так Что, я не знаю, там гуляет служба по пляжу И всех детей отбирает у родителей Наверное, не надо Наверное, и так и не думано Но я не могу исключить Иногда и случай Ну, например, здесь в Латвии Недавно был принят закон Что... Про курение Про курение И в парламенте Довольно так серьезно обсуждалось Потому что Это... В законе записано, что курение Близко к ребёнку Это физическое насилие Если ребёнок Как бы терпит От физического насилия Может приниматься решение Об его... О том, чтобы ребёнок Не находился У родителей Но Моделировались Моделировались случаи Как бы... Это не стандарт Это не означает Автоматическое То, что ребёнок Не будет находиться в семье Но, например, в тех случаях Если у ребёнка Тяжёлая форма астмы И, в принципе После каждой сигареты Родители Он попадает В больницу В реанимацию То, наверное, всё-таки Как-то вопрос должен решиться Хотя Ну, так кажется Ну, так... То есть трактовать, в принципе Можно по-разному, да? Как бы мозг Не надо отключать И как бы это Не отключается Но Я не могу исключить Случай Просто надо смотреть В конкретном случае Потому что Ну, как бы надо понять Что ребёнок Это не имущество родителя И то, что Как бы Как менялось Наше понимание Понятие Что такое Права ребёнка И, в принципе Что права ребёнка Могут Превалировать Над другими правами Интересом там Родителей Ну, мы как бы Растём Ну, например Пару лет назад Такое Ну, не избиение А Ну, как бы Физическое наказание Да Это считалось нормально По-моему Наше детство Без этого Как бы Не прошло Но сейчас Мы над этим Как-то По-другому Смотрим И наши Понятия Меняются Да И мы как-то Вместе В Германии Достаточно Вот Жёсткие правила Тоже действуют По отношению К физическому Наказанию То есть Там за шлепок По попе Могут ребёнка Изъять Насколько я знаю Ну, я бы Как бы Как бы Мне трудно Комментировать Наверное Надо смотреть Каждый случай В отдельности И Ну, мне Как-то Трудно верить Не верится Не верится А в информацию о том Что, скажем В той же Великобритании Система социальной опеки Она вот У неё есть даже Какой-то определённый план Направленный На изъятие детей Из семей Тоже не верится? Нет Тоже Не верится Иногда Мы слышим Здесь в Латвии Тоже Что Ну, приоритеты И интерес Министерства благосостояния Только в том Чтобы изъять детей Из песочниц Забирать Была такая информация По Масс-медиа И шли Могу С уверенностью Сказать Что Это Не то Что мы желаем Мы Очень бы радовались Если бы Все дети Могли остаться В своих семьях И это Главный приоритет Но те случаи Когда мы говорим Об установлениях И когда мы смотрим Что же было В прошлом С этим ребёнком То, к сожалению Мне приходится Сказать Что В очень Многих случаях Ребён Дети Изучала информация Что Ребёнок В сиротском доме Обходится Государство Около 500 лад Где-то 475 Там такие 12 лад Питания И не кажется Вам странным 8 лад Пособия На ребёнка Это касается Не только Тех детей Которых усыновляют И тех детей Которые Ну Вообще В семьях Да О чём может быть Речь О чём может быть Вообще Речь В нашем государстве 8 лад Это Ну что Можно на эти деньги Купить Вообще Для ребёнка Я должна Сказать Что Ну В таком плане Мы всегда Сможем Сказать Что Да Это Это Факт Если ребёнок Попадает В детский дом То сумма Которая Тратится Конечно Ну Побольше 8 лад Но Не надо Забывать Что Ну в принципе Как бы Забота О ребёнке Это Приоритет На Забота Родителей Государство Конечно Должно Помогать То Как Меняется Понимание государства о заботах, то есть мы всегда видим только вот эти восемь латов, но забываем о том, что если родители как бы не как бы работают, то с их не столь много налогов в налогах отбирается. Ну я на русском не скажу, но это... Я все поняла, что вы имеете в виду. Да, то есть это тоже надо учитывать. Необлагаемый минимум, если по всему вы имеете. Не минимум, это то, что сам человек получает от веглойумы, то есть это все-таки тоже надо учитывать и как бы правительство, один из приоритетов повышения этих льгот. Да, то есть с этим тоже... Льгота за иждивенцев, вот как это называлось на русском языке, я сама вспомнила. Спасибо. То есть с этим тоже надо считаться и как бы и правительство, конечно, сказало, что дети это приоритет, несмотря на то, что мы как бы, ну как бы кризис закончился, но все-таки у нас не столь много денег. И, ну, наверное, такие пособия, как в других странах, наверное, тут в ближайшее время не будет, но все-таки все направлено на то, чтобы не столько платили бы пособиями, но предоставляли другие услуги, которые, как бы, ну, может быть, лучше... Компенсировали бы как-то. Да. Ну, например, бесплатное питание в школах, да. Ну, в таком направлении смотрит правительство, а не в направлении, там, 8 латы или побольше. Не так давно произошла в Риге трагедия, в Плявниках сгорела семья, двое деток погибли, отец в страшном вообще состоянии находится в реанимации, мать тоже в состоянии шока, вот собирали денежки в социальных сетях, в интернете. Как-то Министерство благосостояния помогло этой семье, оказала какую-то помощь? Нет. Ну, наверное, я должна тогда немного, ну, чтобы мы поняли, потому что всегда так кажется, ну, Министерство благосостояния, значит, это Министерство, которое отвечает по всем пособиям, по всей помощи, ну, в принципе, вообще единственное Министерство, в которое можно обращаться, если человеку нужна какая-то помощь. В принципе, система социальной помощи поставлена так, что, ну, как бы это вопрос самоуправления, который, ну, поближе к людям и видит ситуацию. И я думаю, что, так как речь шла о Плявниках, тогда, наверное, Реческая дума, ну, помогла этой семье, если, ну, конечно, есть там нужды, и не только, я думаю, денежные. Я думаю, что в этом случае самое главное – помочь людям, ну, принять эту ситуацию, пережить ее, ну, нормально отреагировать. Но вы справки не наводили, да, по поводу вот… Лично я – нет. Я напомню, что телефон прямого эфира – 672-12-93-9. Звоните нам, пожалуйста, в студию. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Добрый день, милые дамы. Виктор, я, Мадолго, Мариночка, уважаемый Оливье, вы не раз упоминали государство. И я прошу вас дать оценку государству, которое молодой, одинокой мамочке, родившей двойню, за шесть суток пребывания в роддоме выставило счет более двух тысяч латов. У вас сразу на триста пособий. Восьмилатовых – это нормально? И вы говорите о демографии, о помощи государству? Это нормально? Здесь речь идет, поясню, да, может быть, вы не в курсе, о гражданке Российской Федерации, которая прилетела в Латвию, будучи беременна, и родила раньше срока двойню. Сейчас детки находятся в инкубаторе в больнице, и вот всего за несколько дней, за шесть, по-моему, пребываний, неуждая сумма более двух тысяч латов. Ну, я так понимаю, что это, наверное, не совсем ваша зона ответственности. Я бы, ну, как бы, если есть выбор, то, наверное, лучше этот вопрос задать Министерству здравоохранения. Не смогу комментировать. Но иногда, ну, мы знаем тоже, наши граждане тоже попадают, если путешествуют без страховки, тоже попадают в такие очень затруднительные ситуации. Но есть возможность получить помощь в Министерство иностранных дел, есть фонд, где человек может занять эти деньги. Ну, к сожалению, наверное, тоже Латвия не столь богата, чтобы просто заплатить. Но хорошо, что есть хотя бы возможность занять. Тоже, наверное, шаг вперед. Но насчет этого случая я воздержусь от комментариев. Скажите, а есть ли какие-то в Латвии организации, которые могут оказать, ну, вот, помощь, предоставить какую-то информацию людям, которые хотят усыновить детей? Вот, то есть, у человека есть такое желание, у семьи есть такое желание. Куда ему нужно идти, в первую очередь? Конечно, можно обращаться и желательно обращаться в Сиротский суд по месту жительства. Это первый шаг? Это первый шаг. И не надо бояться Сиротского суда, так как у многих кажется, что это суд, ну, суд само слово уже немножко отпугивает. Конечно, Сиротский суд и то учреждение, которое отнимает детей у родителей, ну, это немножко, может быть, пугает, но все равно не надо пугаться, это очень хорошее место, где получить информацию. Просто начать, у нас есть такой девиз усыновления, начинается с разговора. Вот, не надо, ну, то есть, надо пользоваться такой возможностью. И, конечно, Министерство благосостояния, как бы, ответить на все ваши вопросы, могу дать прямой телефон, чтобы долго не искать, 67021649 и email past, нет, извините, lm.gov.lv, где можно электронную почту отправить в Министерство. Ну, и на портале Министерства благосостояния, думаю, тоже можно найти какую-то информацию. Да, есть информация, да, и на русском языке тоже. lm.gov.lv. Да. Хорошо, спасибо вам большое, что к нам заглянули сегодня. Спасибо. Департамент по детской и семейной политике Министерства благосостояния Левия Лепини была сегодня у нас в гостях. Так что, если есть у вас желание установить ребенка, вы теперь знаете, куда обращаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok